В эфире Панорама. Здравствуйте, меня зовут Илья Спиридонов и о самых актуальных событиях из жизни Алмазного региона расскажем прямо сейчас и коротко о главном. Добычу возобновят. Какие перспективы удачнинского комбината озвучили на встрече с гендиректором Алроса Сергеем Ивановым. Восполняемый ресурс. Леса, сгоревшие из-за природных пожаров, обяжут восстановить тех, кто имел право их вырубать. Из Питера в Мирный. К автопробегу машин на газовом топливе, организованному Алмазной компанией, присоединилась тяжелая техника. Путевые заметки наших коллег. В эти дни в Алмазном регионе продолжает работу группа во главе с гендиректором компании Алроса Сергеем Ивановым. Он уже побывал на социальных объектах Мирного и посетил Айхал. 15 сентября группа осмотрела объекты алмазодобычи в Удачном. Какие перспективы ждут удачнинский комбинат, Ирина Балкова продолжит. Самый сложный период Валроса, вызванный пандемией, позади. Совсем недавно об этом в корпоративных новостях сообщил генеральный директор компании Сергей Иванов. В каких направлениях сейчас нужно усилить работу, чтобы выйти на новый виток развития производства? Чтобы ответить на этот вопрос, Сергей Иванов посетил промышленные площадки Алмазной провинции. Верхняя Муна была добыча и перевозка приостановлены в связи с ситуацией на рынке. Просто мы не могли столько реализовать алмазов, ну а работать на склад мы бы просто тратили деньги и поставили бы компанию в достаточно сложную ситуацию. Несмотря на то, что государство идет нам навстречу, и нам повезло, что у нас в акционерах и Российской Федерации, и Республика Саха, Якутия, и акционеры нас поддерживают. И в отличие от других компаний, нам не пришлось вообще останавливать производство или увольнять тысячами людей. Этого нам удалось избежать, я считаю, это самое главное. Мы прошли вот это дно. Об этом, например, говорит то, что с 1 октября начинается добыча руды на Верхнемунском месторождении. Принимать и обрабатывать ее будут на обогатительной фабрике у Дачнинского комбината. Правда, с изменениями в графике работы. Но Верхнемуна сейчас предполагается пока, что будет работать полгода. Это добыча и транспортировка. И фабрика тоже пока в связи с той шехтой, которую мы будем получать, в связи с теми объемами, которые будут идти от рудника и от Верхнемуны. Пока сезонная работа, но мы надеемся выйти на полноценную работу как можно быстрее. Интересовал генерального директора Алроса и Морск через Далдын. Ведь именно по нему будут перевозить руду с Верхнемунского месторождения. Напомним, его строительство началось в 2018-м, а в мае этого года он сдан в эксплуатацию. На подземном руднике имени Федора Андреева Сергею Иванову рассказали о достижениях предприятия за последние полгода и тонкостях метода добычи алмазов. Это задача моего подэтажного крушения торцевым выпуском, что позволяет вести работу на нескольких горизонтах и параллельно отрабатываться как восточное, так и западно-рудное тело. Как соблюдаются требования по охране труда и промышленной безопасности? Были ли несчастные случаи на производстве и по чьей вине? Обсуждения этих вопросов стали ключевыми во время встречи. Об одном из таких случаев рассказал директор удачнинского комбината Роман Денискин. Когда заполнял путевой лист, машина покатилась, пока он пытался вернуть машину на место, натянулся в банк, вылетел пистолет, залетел в кабину и разбил ему лоб. Сергей Иванов призвал всех не расслабляться, соблюдать как правила промбезопасности, так и санитарно-эпидемиологические. Ведь хотя производство и возобновляется, пандемия пока не окончена. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Подвели некоторые итоги и экологи «Алроса». Минувшие выходные они выпустили в воду Вилюя 65 тысяч мальков сибирского осетра. В этом году это финальный этап большой работы алмазодобывающей компании по зарыблению водоемов региона. Мальков, ценные рыбы в Вилюи выпускали руководители республики и компании «Алроса». Подробности в материале нашей съемочной группы. 65 тысяч мальков сибирского осетра с лёгкой руки глав алмазной компании и республики отправляются в холодные воды Вилюя. Эти мальки – последние из тех, что экологи «Алроса» выпускали в водоемы региона. В 2020-м алмазная компания восполнила водные и биологические ресурсы рек и озёр Якутии на 4 миллиона личинных ценных пород рыб. Мы увеличиваем разнообразие биоресурсов, которыми идёт разорубление. Раньше это была пелет, сегодня это и чир, и сегодня мы торжественно выпустили молодняк осетра. Я уверен, что все эти мероприятия будут дальше продолжаться. Летом 2020-го экологи «Алроса» выпускали личинок воды Вилюя, Лены, Вилюйского водохранилища и озера Фемиркендяй в Верхневлюйском районе. Сегодня восполнением ресурсов водоемов Якутии занимаются многие недропользователи. Но объёмы зарыбления «Алроса» несравнимо больше. Это завершающий этап зарыбления водоемов Якутии экологами «Алроса» в этом году. Всего в 2020-м алмазная компания выделила на это более 10 миллионов рублей. Мы благодарны «Алроса» за то, что постоянно идёт поддержка экологических и природоохранных мероприятий. И несмотря на кризис, несмотря на пандемию, все социальные программы по компании «Алроса», экологические программы «Алроса», они все остались без секвестра. И уверен, что и в этом году их выполнение позволит нам существенным образом влиять на улучшение экологии бассейна реки Вилю. Молодяк сибирского осетра вырастили на Чернышевском рыбзаводе. Это единственное предприятие в республике, где занимаются массовым производством рыбных запасов. Примерно, то есть работа занимает год. То есть мы в конце вот сейчас, 20-го года, начинаем подготовку к 21-му. Ну и примерно точно так же в сентябре 21-го года мы уже закончим тот план, который мы себе ставим сейчас на следующий период. Финальный этап зарыбления – далеко не последний пункт экологической программы «Алроса». Совместно с руководством республики «Алроса» профинансируют программу по водоснабжению вилюйских районов. На пять лет проекта направят около 750 миллионов рублей, по 150 миллионов в год. Всего же до 2023 года на мероприятия по охране окружающей среды «Алроса» планирует потратить около 30 миллиардов рублей. Ученые из США обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать новый коронавирус. Об этом сообщает газета РУ. Такое белковое соединение хорошо проникает в ткани, но не связывается с клетками человека, а значит, не оказывает и побочных действий. Исследования провели пока на лабораторных мышах, и результатами ученые остались довольны. Новость своевременная, ведь в Якутии каждый день происходят все новые и новые случаи заражения ковидом. Правда, в Мирном за минувшие сутки, к счастью, их зарегистрировано не было. Так, по данным оперативного штаба «Алроса», на 15 сентября в провизорном госпитале остаются 59 человек. В ковидном отделении – 32, еще 94 лечатся амбулаторно. На Ихало-Удачнинской площадке 8 человек прибывают в ковидном отделении, и 43 также проходят амбулаторное лечение. К другим темам. Восстановление лесов после пожаров ляжет на плечи пользователей этими лесными богатствами. Сколько вырубил в промышленных целях, столько обязан восполнить. Места для высадки молодых насаждений определяет Министерство экологии. Как правило, это места бывших пожарищ. Но опередят ли темпы восстановления лесов, темпы их гибели от огненной стихии, выясняла Олеся Васева. Управляться с водяной помпой непросто. Но это непрофессиональные спасатели – работники бюджетных учреждений. Некоторые из них средства пожаротушения держат в руках впервые. После прохождения специализированного курса эти 50 человек составят мобилизационную группу. Теперь их будут привлекать к тушению лесных пожаров. Не только изучаем оборудование, не только технику, не только умение работать, но и вопросы профилактики. Изучаем теоретический курс законодательной базы, что такое лесной пожар, опасность. Обучить людей, как тушить лесные пожары, планировали еще весной. Пандемия подвела. Навыки пригодятся в последующие годы. Лес в Якутии горит каждое лето. Республика прочно обосновала стройки самых горящих регионов страны, где статистика лесных пожаров год от года печальней. Ежегодно в России погибает около 5 миллионов гектар тайги. Из них – три от пожаров. Катастрофическими для лесных массивов были 2018 и 2019 годы. Неутешительные прогнозы давали и на лето 2020 года. И опять горели. Ленскому району повезло больше остальных. По сравнению с предыдущими сезонами, это было очень спокойно. Было всего 8 пожаров, и они все были некрупными. А по сравнению с 60 пожарами с прошлого года, ну и с 40 капотов прошлого, это хороший сезон. Так спокойно отработали, проблем не было. Ну а Центральная Республика, она, конечно, в этом году пострадала сильнее. Там до сих пор пожары горят. В горном улове больше всего. Ущерб от лесных пожаров считают в рублях. Здесь и затраты на тушение, и на восстановление, и экономические потери. Ведь древесина могла быть пущена в производство. Но главный урон не поддается подсчетам. Дым от лесных пожаров нарушает озоновый слой, накрывает города смогом. Огонь заставляет животных уходить с места обитания. И в привычный ареал они могут уже не вернуться. Лишайники, вот, они могут вот даже после одного года, после пожара, уже как бы начать возрастать на место уже пожара. А вот насчет деревьев, получается, более многолетних растений, они могут полностью измениться. Например, если там росла хойная деревья, может вырасти уже осина, к примеру. Вот. И, получается, может измениться полностью экосистема. Восстановление лесов после пожаров федеральным законом 2019 года возложили на плечи пользователей лесными богатствами. В Якутии это все крупные предприятия, в том числе Алроса. Компания использует леса для геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых. Каждый раз после вырубки Алроса в течение года должна высадить новый лес на территории такого же размера. За этим строго следят специалисты компании. Место выбирает Министерство экологии. То есть они определяют ряд участков погибших от лесных пожаров. А мы уже со своей стороны стараемся подобрать такой участок, чтобы был доступен нам. В 2020 году по Мердницкому району планируется выполнить работы по лесовосстановлению на площади 1500 гектар. Ну, в компании 585 гектар. Восстановление лесов дело затратное. В бюджете компании этого года на каждый гектар заложены 50 тысяч рублей. Только результатов придется ждать долго. Чтобы на бывшем пожарище вновь выросла густая тайга, потребуется 100-120 лет. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Автопробег из Питера в Мирный на Метане, стартовавший несколько дней назад, пополнился новым участником. Во Владимире к нескольким отечественным легковушкам присоединился мощный тягач фирмы-партнера компании «Алроса». Руслан Сезонов, заместитель исполнительного директора одного из подразделений «Алмазной компании», а также участник автопробега, пояснил. Тягач фирмы «Скания» едет в Мирный на испытания. Он будет возить грузы предприятия «Алмаз-Дор-Транс». В компании добавляют, тягач будет тестировать в суровых условиях Крайнего Севера 6 месяцев. Напомним, что идея организовать такой автопробег возникла у «Алроса». Ее поддержали правительство Якутии и республиканская госкомпания «Саха нефтегазбыт». Сейчас участники уже проехали Нижний Новгород и Саранск. Следующая остановка в Ульяновске. Главная идея автопробега – выяснить, насколько реально доехать до Якутии на машинах с природным газом. Можно ли работать и путешествовать на таких авто. Все подробности об автопробеге смотрите в дневниках на телеканале «Алмазный край» и по хэштегам в соцсетях «Газ в моторы» и «Отпуск на автомобиле». На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, все публикации «Алмазного края» доступны в соцсетях. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова